Сергей Корешков, вероятно, самый неординарный участковый в городе. Это и стало одной из причин его победы в региональном конкурсе «Народный участковый». Подход Сергея к работе сильно отличается от подхода коллег. Например, показатели оперативно-служебной деятельности на участке Сергея упали. Но это связано не с низкой раскрываемостью дел, а с количеством обращений участковому, которых с каждым годом становится все меньше. Он относится к нам внимательно, кому нужна какая-то помощь, его вызывают, находят время, приходят, выслушают людей, находят подходы разные, решаются все вопросы. Сергей Корешков стал участковым в 2003 году. До этого работал в школе сначала учителем, потом директором. Став участковым, Сергей обошел свой район, познакомился со старшими по дому, всем дал свой номер. Он даже придумал свою систему, куда вносят жителей своего района. «Любой человек, который когда-либо писал мне заявление, когда-либо, я его тут же себе вносил в базу, она у меня называется «Граждане по материалу». В нее я вписываю, получается, то, где работает, по какому поводу обращался. Здесь написано, на кого он писал, вот я себе вписываю. Также вот место работы есть вот к административным правонарушениям и так далее, и так далее. То есть мне для себя, во-первых, я знаю, кто где живет, какой у него телефон, кто на него писал и где тот человек живет, на который он писал. Сергей ведет свою базу данных уже 12 лет. База-модуль в системе МВД появилась только два года назад. Сергей считает, что участковый должен владеть информацией на своем участке, а у жителей домов должны быть его контакты. Подход Сергея понимают далеко не все коллеги, однако результаты работы говорят о действенности метода. Он активно принимает участие в жизни и людей, как говорится, и наших организаций, выступал у нас на собрании ТСЖ. Любые вопросы, которые с ним мы обсуждаем или которые возникают, мы решаем всегда, он решает оперативно. Во-первых, с индивидуальным подходом всегда обязательно. С чувством высокой ответственности и своего, как говорится, долга, как работника правоохранительных органов. На рабочем столе у Сергея под стеклом лежат фотографии его семьи – жена и две дочери. Мужчина отмечает, что быть супругой участкового непросто, однако он рад, что семья его понимает. Я очень благодарен моим детям, моей жене, что когда я прихожу домой поздно, или когда я ночью куда-то меня там поднимают на вызов, или мне звонят посреди ночи на сотовый телефон, что она это хорошо воспринимает. Я моим дочкам любимым также очень благодарен, что иногда я куда-то там их в выходной день не могу сводить, потому что у меня там есть работа. Они это прекрасно знают. Я не пациенту говорю, пап, ты опять на работе? За конкурсом народной участковой Сергей следил с момента его появления и только теперь решил попробовать свои силы. Говорят, что для него не столько важно победить, сколько посмотреть, как его труд оценивают жители города. На региональном этапе конкурса Сергей победил с большим отрывом. Теперь предстоит этап всероссийский, который пройдет с 1 по 10 ноября на сайте МВД и газеты «Комсомольская правда». Любой желающий может отдать свой голос за того, кого он считает поистине народным участковым. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».